Значит, небольшая предыстория. Есть целый пласт, большой пласт исследований, которые проводятся по сути всему миру, ну или заявляются, что они проводятся по всему миру, но во многом это исследования, которые идут в Европе, преимущественно в Северной и Западной Европе и в Северной Америке. И цель этих исследований понять, при каких психологических условиях, скажем так, люди готовы на участие в неинституализированных формах политического поведения, вот тех самых неорганизованных представителями политической власти, а наоборот, организованных обычными людьми. Вот, и особенно при каких условиях люди готовы на такие формы политического протеста. Проблема этих исследований во многом заключается в том, что они проводятся в странах с достаточно такими демократическими режимами. Странами, которые очень часто находятся вверху списка, да, иерархии стран по степени демократичности. И в результате такие акции, да, в которых люди участвуют, они, во-первых, не очень наказуемы, во-вторых, они приводят к каким-то последствиям. Но в то же время довольно мало данных из стран, в которых ситуация обратная, да, или там отличная, где подобное поведение, оно, с одной стороны, наказуемо, с другой стороны, к последствиям, явным, по крайней мере, хорошо заметным последствиям, зачастую не приводят. Вот, и поэтому есть еще ряд проблем, о которых я сейчас расскажу, и поэтому, собственно, мы решили вот такое исследование в России провести. Значит, при этом мы основывались на двух, или там взяли за основу два направления исследований, которые мало пересекаются между собой, как это не парадоксально. Это левое и правое направление. Значит, то, что мы видим слева, да, это исследования, в которых рассматривается роль четырех факторов протестного поведения, прежде всего, коллективных политических протестов. Это групповая идентичность, оценка несправедливости происходящего, коллективной эффективности и моральный долг. И сторонники этого направления, по сути, полагают, что есть вот такие четыре крупных основных фактора, когда люди участвуют в коллективных протестах. Значит, когда это происходит? Ну, во-первых, когда люди идентифицируются с теми группами, то есть чувствуют себя членами каких-то пострадавших групп. Либо пострадавших глобально, например, гендерных групп или жителей какого-то города, у которых там лес вырубают или свалку делают. Либо членам какого-то социально-политического движения, которое права этих групп защищает. Ну, например, не знаю, феминистское движение или там любое другое. Второй важный фактор – это восприятие несправедливости происходящего, то есть восприятие того, что права этой группы каким-то образом ущемляются, что она дискриминируется и вообще, что происходящее с точки зрения людей несправедливо. Третье – это так называемая коллективная или групповая эффективность. По сути, это вера в то, что группа, собравшись вместе, может ситуацию изменить. Ну и, наконец, четвертый фактор, который добавился позже, чем три остальные – это ощущение морального долга, ощущение того, что я должен делать что-то, должен что-то защищать. И этот фактор, он может работать даже тогда, когда людям кажется, что на самом-то деле они сделать, может, ничего не могут. Ощущение «должен», оно их толкает над действием. И вот на слайде я специально привела метаанализ, он довольно давнишний, 12-13 уже летней давности, в котором была показана важность трех первых факторов. Ну и есть отдельное исследование, показывающее важность четвертого фактора. То есть это факторы, связанные с восприятием ситуации. И здесь исследователи полагают, что люди участвуют в коллективном протестном, прежде всего, поведении, когда они определенным образом воспринимают текущую ситуацию. Но есть другое направление, которое менее распространено сейчас в работах, хотя, в общем, более древнее. Ну, как более древнее, 90-е, 80-е годы. Это работы, выполненные в рамках изучения коллективных движений, то есть уже каких-то сложившихся движений, в которых люди систематически принимают участие. И здесь речь идет о мотивации. То есть, помимо всего прочего, исследователи здесь пытались понять, а почему люди в этом участвуют. И это, прежде всего, работа Квандерманса, на которые там ссылаются. Ну, и, соответственно, это работа тех, кто в этих рамках дальше проводил исследования. Я привела две примеры двух таких крупных работ. Значит, если мы обратимся к работе Квандерманса 1997 года, там будет выделено три мотива участия в деятельности вот таких коллективных движений. Деятельность которых, по сути, привязана к протестам. Точнее, предполагает протесты против существующего положения дела и изменения ситуации. Это, опять же, могут быть профсоюзы, это могут быть экологические движения, это могут быть движения за мир, ну, против войны. Всякие разные. И коллективный мотив – это мотив, связанный с достижением целей, целей, которые преследуют вот эта вот группа, это движение. То есть мы вместе можем таких целей достичь. Ну, или в принципе, не вместе, а вот мы можем достичь этих целей. Это нормативный мотив, он связан с желанием человека быть принятым, понравиться, следовать социальным нормам. И здесь речь идет о том, что люди участвуют в таких движениях, когда им кажется, что окружающие эту идею поддерживают. То есть эти движения, эти деятельности поддерживают. И мотив вознаграждения здесь такой, в данном случае предполагается, что люди участвуют в движении, когда ожидают каких-то личных вознаграждений. Ну, и, соответственно, перестают участвовать, когда ожидают каких-то личных наказаний. Эти вознаграждения и наказания могут быть разные. Это может быть поток классификации приобретения сторонников и интересное общение. В качестве наказания, может быть, репрессии, которым человек подвергается, какая-то опасность, которая его преследует. Ну, так или иначе, вот эти вот, этот мотив тоже есть. И вот в данном случае, с одной стороны, изучаются мотивы, но с другой стороны, изучаются в рамках вот этих же мотивов еще и то, как люди воспринимают возможности определенных форм поведения. Ведь участие в коллективном движении можно рассматривать в целом, а можно рассматривать как участие в определенных формах поведения. Ну, например, в уличных акциях или в подписывании петиции, или просто в коммуникации, или еще в чем-то. Вот, и, соответственно, люди могут оценивать эти действия по тому, насколько они эти три мотива каким-то образом позволяют удовлетворить. Точнее, три потребности позволяют удовлетворить. Вот, и это какие-то такие два совершенно разных направлений исследований, и вот мы попытались их в своем исследовании совместить. Значит, на что мы ориентировались? На то, что вот если взять тот пласт исследований, который есть, то, как я сказала, изучается один тип факторов, и обычно это первый тип. То есть обычно все-таки последние лет 20 интерес у психологов есть к восприятию ситуации, а не к тому, как люди воспринимают возможности конкретных поступков, конкретного поведения. А мы все-таки предположили, что, может быть, важно не столько восприятие ситуации, или не только восприятие ситуации, но и то, как люди оценивают возможности тех или иных действий. Вторая особенность исследований, проведенных заключается в том, что исследователи, когда изучают восприятие ситуации, довольно часто говорят о каком-то очень узком событии, или какой-то очень узкой ситуации. И по отношению к ней и рассматривают идентичность, эффективность и несправедливость. Например, если брать российские примеры, это протесты в Хабаровске. Что в качестве конкретного события? Это арест губернатора. Это мусорные протесты. Что в качестве конкретного события? Попытка сделать мусорный полигон в месте, где люди живут. Ну и так далее. То есть это какие-то очень часто конкретные, вполне себе, события точечные, либо это может быть такое восприятие хронической несправедливости в какой-то сфере. Например, женщин постоянно дискриминируют в обществе. Это конкретный предмет какой-то, конкретная проблема, с которой мы имеем дело, хотя и такая хронически существующая. Вот. И обычно говорят об этом. Но гораздо реже говорят о том, как на политических протестах отражается восприятие вообще ситуации в стране в целом. И для нашего контекста нам показалось это особенно важно, вот такое восприятие ситуации в стране в целом, ну в силу тех особенностей, которых я дальше перечислю, но которые, я думаю, вы и так хорошо знаете. Ну вот третья особенность исследований, что в таких исследованиях обычно рассматривается протестное поведение как единое целое и не проводится различие между разными формами, которые явно по-разному затратные, которые явно по-разному опасные и так далее. И, ну, либо берется вот некая сумма, либо берутся уличные акции в разной форме, марши, митингов, ралли, любой такой активности. И четвертое, это самое интересное. Довольно часто не учитывается, или чаще всего как раз не учитывается степень вовлеченности людей в политическую жизнь. Ну, возможно, это просто происходит потому, что уже берется какая-то конкретная ситуация и уже опрашиваются люди, которые имеют к ней какое-то отношение. В связи с положением женщин, например, опрашиваются люди, которые как-то в феминистском движении участвуют. В связи с мусорным полигоном опрашиваются, например, люди, которые живут в том месте, где хотят построить мусорный полигон. То есть люди изначально каким-то образом вовлеченные. Ну, если взять нашу страну и подобные ей страны, мы увидим, что зачастую в каких-то акциях участвуют люди довольно случайные. Случайные в том плане, что они не вовлечены в решение какой-то конкретной проблемы систематически. А они скорее отзываются на широкий круг проблем и иногда участвуют в каких-то акциях с этой проблемой связанной. Если вы помните, там это опрос, связанный с акциями январскими, который показал, что большое количество людей пришло первый раз. Акции, связанные с Навальным, пришло первый раз на такую уличную акцию. Это люди, которые, ну, по крайней мере, в этот тип поведения были не вовлечены и вот решили попробовать. И в этом плане мы подумали, что на примере нашей страны можно провести различия между условными активистами и неактивистами. То есть людьми, которые более-менее систематически вовлечены в какую-то любую деятельность, деятельность, связанную с отстаиванием своих прав и с взаимодействием с властью, чтобы отставить свои права. И люди, которые в такую деятельность или, по крайней мере, в такие движения не вовлечены. Вот. И посмотреть, как разные факторы срабатывают у тех и у других. Значит, специфика контекста, да, который мы вынуждены были учитывать, когда планировали исследования, и почему мы, собственно, не взяли и просто не переложили обычные схемы, которые, например, используют в Нидерландах, в Германии, там, США, на наши исследования, а что-то стали добавлять. Ну, во-первых, это положение или там политический режим, который есть в стране, как вежливо его называют коллеги-политологи, недемократический, скорее, там, недемократический политический режим. Ну, вот данные Демокрация Индекс за 2020 год говорят, что Россия находится на 144-м месте и 167-м. Вторая особенность заключается в том, что в нашей стране, конечно, есть закон о партиях, и можно регистрировать партии, и партии есть парламентские, есть не парламентские, и есть даже закон на всяких движениях общественных. Но если посмотреть реально на вещи, то мы увидим, что роль политических партий, вообще-таки таких общественно-политических объединений, она не очень велика. Парламентские партии не очень рвутся организовать какую-то активность такую, не институализированную, например, там, нитинг или какие-то акции, такие дополнительные. Не парламентские партии и общественные движения, они разнородные, они часто небольшие, и в этом плане они такие очень локальные. Я готова, если вы будете спорить, я готова обсудить, да, где-то там эту позицию. Вот, и поэтому довольно трудно найти вот какое-то такое движение или партию не парламентскую, которая бы как-то систематически участвовала в таком протестном поведении и при этом привлекала большое количество людей. Поэтому вот на акции зачастую выходят, вообще в каких-то отдельных акциях зачастую выходят люди или участвуют люди, которые вообще никаким движением, никаким партиям не принадлежат. Третья история, это, конечно, история с доминирующими формами поведения. Я не случайно рассказывала, да, что в исследованиях европейских, американских часто рассматривают либо уличные протесты, либо уличные протесты, плюс еще что-то, да, в одной куче, там, подписание петиции, например. У нас ситуация немножечко другая. У нас есть политическая коммуникация, точнее, коммуникации на политические темы, разная. Особенно заметная в сетях, которая, ну, наказывается, но так, не во всех случаях. Я имею в виду случай наказания за репосты, там, размещение каких-то постов. Есть апелляция политикам, которые, ну, в общем, или попытка вступить с ними в какой-то контакт, хоть в личный, хоть на уровне петиции, да, что-то такое написать, что, в общем, довольно безвредно и относительно легко. И третье – это, конечно, уличные акции, которые стоят особняком, потому что они, с одной стороны, заметны, с другой стороны, они самые трудоемкие и опасные. Вот. И складывать, условно говоря, все эти формы политического поведения вместе было бы некорректно. Это разная форма активности, так, субъективно. Вот. Ну, про, собственно, последствия протестного поведения я уже упомянула, да, мы находимся в контексте, где протестное поведение нередко приводит к разным родам наказаниям, причем наказаниям вполне официальным, ну, связанным с законом. И поэтому тут вот в исследовании пришлось как-то в этой ситуации выкручиваться, да, каким-то образом переформулировать факторы, связанные с восприятием ситуации, ну, и, соответственно, формулировать вот эти вот разные формы поведения и проводить между ними разделение. Что было сделано? Это часть исследования. Я вам расскажу про эту часть. Значит, это исследование, которое проводилось осенью 2020 года. Данные собирались двумя путями. Значит, с одной стороны, это была толока. Для тех, кто не работал, яндекс.толока – это что-то наподобие американской системы, где можно собрать за небольшую денежку респондентов. У нас то же самое. Туда приходят люди, которые, ну, таким образом, за небольшую плату проходят опросы. Соответственно, там, что хорошо, там можно задать гражданство, там можно задать место жительства, потому что люди регистрируются, когда входят в эту систему. Там можно задать гендерный состав. Ну, условно говоря, сказать, что там мужчина-женщина будет пополам. Там можно задать возрастной диапазон. Ну, в общем, там можно задать много довольно разных параметров. Но, да, и там будет большой диапазон мнений, на самом деле, потому что туда приходят разные люди. Но это понятно, что есть некоторые ограничения, связанные с тем, что все-таки не все люди такие платформы посещают. Поэтому у Яндекс.Толока есть хорошая возможность задать параметры, плюс собрать большую выборку за короткое время. Но у нее есть минус вот этого скошности. Поэтому второй путь был в социальные сети. Сразу могу сказать, что для всей группы, которая над этим работала, у нас было 7 человек, социальные сети. Это было тяжелым таким вариантом, потому что кто только это не рекламировал, люди писали, участники группы писали во всякие группы в социальных сетях, хватали тех, кто проходил вокруг них. Особенно мы таким образом пытались достать людей, которых мы назвали активисты. Сейчас я поясню, кто это. Поэтому, конечно же, в социальных сетях мы набрали людей гораздо меньше, но зато оттуда мы какую-то часть активистов значительно выловили. И в результате у нас выборка, вы видите, она вот такая. Соответственно, активистов, конечно, сильно меньше. Это связано, прежде всего, с объективными обстоятельствами, с тем, что таких людей просто сильно меньше. Как мы определяли активистов и неактивистов? Там, значит, были вопросники. Да, это был вопрос, который был размещен, собственно, который люди отвечали. И там было два вопроса. Один вопрос, считаете ли вы себя членом какой-нибудь партии или движения? Считаете ли вы себя членом какой-либо политической партии? Да, или общественного движения? А второй вопрос был про инициативную группу. Считаете ли вы себя членом какой-нибудь инициативной группы? Ну и в скобках там пояснение, которое там борется за права людей. Ну или точнее так, общается с властью на тему городских проблем, экологических проблем. То есть было такое небольшое пояснение. Почему мы сделали два этих вопроса? Потому что люди, которых мы назвали инициативной группой, они по сути часто занимаются протестными действиями, но они себя как политических активистов не воспринимают. И очень часто говорят, не, не, мы там вообще не политики, мы вот там с нашими домами или мы вообще-то с нашим мусором. Вот, а для нас они подходили вполне себе с точки зрения того, что они делали. Вот, поэтому мы вот таким образом пытались их привлечь. И если человек хотя бы на один из этих вопросов говорил «да», то вот он считался активистом. Он отвечал на ряд вопросов, связанных с движением, которые я сейчас трогать просто не буду. И в результате у нас активисты, конечно, получились очень разнообразные. То есть там были члены, во-первых, партий, но это все не парламентские партии. И там были, ну, например, люди говорили, что они являются членами группы Навального, например. Или подобных групп. Вот, а вторая, если говорить об инициативных группах, там тоже были очень разнообразные группы, но мы оставили группу скорее такого, не так, это были группы экологические и связанные с городом, ну, то есть это были группы людей, которые так или иначе отстаивают, общаются с представителями власти и там отстаивают свои права. Вот, и сразу скажу, да, это, конечно, особенность исследований, вот такая разнородность. Что дальше, точнее, не что дальше было, а какого типа были вопросы, которые нам сейчас важны? Значит, во-первых, это были вопросы, связанные с восприятием ситуации. И тут мы, поскольку задавали общую рамку, и мы хотели выявить людей, которые хоть как-то, хоть по какой-то проблеме общаются с представителями власти и пытаются, значит, отставить свои права, мы вот прям так и спрашивали, да, то впоследствии спрашивали в остальных вопросах. То здесь мы просто спрашивали о том, как люди в целом воспринимают ситуацию в стране, насколько они идентифицируются с Россией, и насколько они оценивают ситуацию как несправедливую, точнее, не ситуацию, а происходящую в России, насколько это вызывает у них эмоции. Ну, в данном случае это был гнев. И насколько они верят, что вместе граждане России могут ситуацию исправить. Значит, почему, ну, если два последних фактора несправедливости и коллективной эффективности, они понятны, значит, почему национальная идентификация? Ну, потому что, по сути, это единственный тип идентичности, который вот таких разных людей, возможно, соединяет. И если мы посмотрим на протестные акции, особенно последних, они уже произошли после протестов, да, но на протестные акции, которые происходили до, люди зачастую выходят с флагами России. И в дискурсе вот того, почему мы протестуем, люди довольно часто говорят, что мы хотим улучшить ситуацию в России, это неправильно, мы хотим изменить. Да, поэтому мы предположили, что вот такого рода идентичность будет здесь важна. Среди особенностей поведения мы выделили три. Эффективность. Ну, поскольку единого движения здесь не было, то это была попытка сыграть с мотивом коллективным. Насколько, как вам кажется, форма поведения эффективна для достижения целей? То есть, не для достижения целей, а для того, чтобы представители власти прислушались к вашим интересам. Воспринимаемая социальная поддержка. Насколько, как вам кажется, значимые для вас люди одобряют поведение? И опасность. Насколько, как вам кажется, вы можете стать... Насколько, как вам кажется, это поведение для вас опасно? То есть, насколько оно может привести... В скобках там были пояснения. К штрафам, проблемам на работе, арестам. Вот такого рода проблемы. И дальше приводился по форм поведения, которые мы потом разделили. И, собственно, факторный анализ это позволило разделить их на три вида. Это коммуникация. Ну, условно, со знакомыми людьми. Лично, в сети, обсуждение различных политических проблем и распространение материалов. Опять же, мы не говорили слово политически. Мы говорили слово материалов, связанных с... Ну, и дальше про представителей власти с целью защитить свои интересы. Коммуникация с политиками личная или через петиции. И уличные акции, которые благополучно у нас образовали один фактор. Одна, собственно, пикеты. Согласованные митинги и несогласованные митинги. Несмотря на разницу правовую этих форм, на самом деле они образовывали единое целое. То есть сознание людей – это примерно одно и то же. Значит, и вот люди оценивали, если ситуацию в стране они оценивали просто по этим четыре параметра, то что касается особенностей форм поведения, то люди отвечали примитительно каждой форме поведения, насколько они считают ее эффективной, то есть насколько, по их мнению, она позволяет повлиять на представителей власти, значит, чтобы защитить свои интересы, насколько они считают ее такой социально желательной и насколько они считают ее опасной. Значит, что у нас вышло? Ну, какие-то результаты, они абсолютно ожидаемые и банальные, а каких-то мы не совсем ожидали. Значит, я здесь, собственно, не числа показывала, некоторые выводы, точнее, некоторое описание словами этих результатов, но если вам будет интересно, я могу переслать, у нас есть текст со всеми цифрами. Значит, ну, как и следовало ожидать, люди более позитивно в целом относятся к активности коммуникативной, чем к активности уличной. Причем это наблюдается, там очень похожая динамика, что у активистов, что у неактивистов. То есть не динамика, а похожие различия. Что в целом коммуникация считается более эффективной, более социально желательной и менее рискованной, чем уличные акции. То есть вот эта вот вера в воздействие словом, да, она сохраняется. Точнее, не сохраняется, она присутствует, я бы так сказала. Ну, как следствие, люди, конечно, больше готовы участвовать в различного рода коммуникации, чем в уличных акциях. Опять, это касается и того, кого мы назвали активистами, и того, кого мы назвали неактивистами. Это тенденция, в смысле, это различие, оно одинаковое. А при этом, чем у нас отличаются активисты? Ну, наверное, это тоже ожидаемо, что они считают обстановку стране менее благоприятной, они больше верят в то, что совместные усилия могут к чему-то привести. При этом они более позитивно относятся ко всем формам поведения. Как считают их более эффективными, более социально желательными и менее опасными. И единственное исключение – это уличные акции. Вот по уличным акциям различий здесь нету. Все люди с разной степенью активности считают их примерно одинаковыми. Ну и как следствие, активисты готовы больше участвовать. Здесь можно это по-разному, на самом деле, объяснять. Можно объяснять тем, что люди, включенные в эту деятельность, понимают риски или там лучше видят риски и понимают, что они, может быть, не такие страшные. Они больше окружены людьми, которые это одобряют, потому что мы зачастую сами выбираем себе значимых других. И мы группируемся с теми же, кто на нас похож. Они считают эти действия более эффективными, потому что они же их осуществляют и видят какой-то результат, хоть маленький, но результат. И это в каком-то смысле… Ну, а поскольку они в этом все время находятся, то и общаются с другими людьми, координируют усилия, то, естественно, и эффективность у них выше, и ситуация менее справедливая, потому что они все время это ищут, с этим сталкиваются, с этой несправедливостью. То есть это может быть последствием. Это может быть на самом деле и причиной, по которой люди вообще в такую деятельность входят. Мы изначально очень чувствительны к этой несправедливости, мы изначально верим в общие усилия, и мы в эту деятельность включаемся. Но я боюсь здесь концов не найти, ну, кроме как в лонгитюдном исследовании, потому что очень часто такие процессы кольцевые. я вхожу, я уже отличаюсь чем-то от людей менее активных, когда начинаю заниматься такой деятельностью по защите своих прав. И в процессе я меняюсь, и я становлюсь еще там, вижу больше несправедливости, больше верю в совместные усилия и так далее. То есть, ну, вот это различие, оно есть, хотя, наверное, оно ожидаемое. Что было менее ожидаемо? А вот менее ожидаемыми были, как одни и те же факторы срабатывают на активистах и неактивистах. Мы проводили два независимых регрессионных анализа, я принадлежу критику в этом моменте, поэтому сразу хочу сказать. Два независимых регрессионных анализа, один на активистах, другой на неактивистах. И, собственно, включали в модель на первом шаге вот это вот восприятие страны, а на втором особенности поведения. Ну и дальше смотрели, как это определяет готовность к разным формам поведения. Значит, я специально выделила здесь разными стрелочками связи, которые у нас дают разные факторы, чтобы было видно, что, как, где работает. И еще один момент. Сплошная линия означает, что факторы, предикторы были значимыми как у активистов, так и неактивистов. А пунктирная линия означает, что предикторы были значимыми только у активистов. То есть, наоборот, только у неактивистов, простите. Я неправильно написала на слайде, только у неактивистов. Значит, что мы имеем? Мы имеем первый интересный момент, что, в принципе, вот эти три элемента восприятия ситуации, о которых нам говорят исследования в разных странах, как то идентификации с группой, оценка несправедливости происходящего и коллективная эффективность, вера в силу совместных усилий, они у нас тоже работают, но они работают у нас на уровне страны. То есть, в данном случае речь идет о восприятии не конкретной ситуации, не конкретных наших действий, связанных с конкретным событием, мусорной свалкой, войной, чем угодно, а, в принципе, с тем, как люди воспринимают эту самую политическую систему. Срабатывает и национальная идентификация, она тоже предсказывает, две из трех форм, по крайней мере, коммуникацию. И в этом плане, причем, все эти связи, они позитивные. Проще говоря, чем выше мы верим в важность собственных усилий, чем более несправедливой мы считаем ситуацию и чем сильнее мы идентифицируемся с Россией, тем, собственно, мы больше готовы в этом участвовать. И в случае идентификации это особенно интересно, потому что весь этот разговор о том, что люди, которые пытаются против власти пойти, они страну пытаются разрушить, они страну ненавидят, они там всякие пытаются навредить. С точки зрения самих людей это не так. Это как раз ощущение общности со страной, оно позитивно связано, позитивно предсказывает, я бы так сказала, готовность участвовать в разной роде коммуникации. Но, как вы видите, идентификация со страной перестает работать в случае уличных акций. То есть вот готовность участвовать в уличных акциях она уже не предсказывает. И тут у нас просто есть версия, связанная с тем, как вообще уличные акции позиционируются на самом деле в нашей стране. Дело в том, что есть же две позиции, вот если так подумать. Значит, согласно одной позиции уличные акции – это нечто совершенно незаконное. В сознании людей это какой-то такой конгломерат. И туда и пикеты попадают, и согласованные митинги, и несогласованные. В общем, это что-то такое неприятное, неправильное. Другой дискурс, он про то, что вообще-то это право, которое у нас есть по конституции. И это абсолютно легальное, это абсолютно правильное, нормативное, скажем так, форма поведения. И, соответственно, вот когда эти два дискурса сталкиваются, поскольку у нас в выборке, скорее всего, были те и другие люди, то оказалось, что в результате связи-то и нет. Да, важный момент заключается в том, что чем сильнее идентификация, тем больше люди следуют нормам, группы, с которой они идентифицируются. Соответственно, поскольку люди по-разному представляют нормы, да, и следуют по разным, разным нормам следуют, то и связи не оказываются. И еще смотрите, что важно, что эта связь не работает у активистов. С точки зрения активистов национальная идентификация как раз, то есть вот эта вот гражданская, как бы, может быть, некоторые исследователи сказали, она менее важна, точнее, она не важна. И тут могу просто предположить, что дело в том, что все-таки вот люди активные, их действия в основном связаны с решением какой-то проблемы, и принадлежности к какой-то группе. Поэтому им не важно, то есть они не обращают внимания на принадлежность к стране, да, они, если выступают, они все-таки часто выступают от имени вот этой группы или для лишения конкретной проблемы. И для них действительно важна идентификация групповая, вот со своим движением, со своей партией. Если мы посмотрим на форму поведения, то здесь тоже есть любопытная вещь, она заключается в том, что в принципе воспринимаемая эффективность и воспринимаемая социальная поддержка, то есть поддержка со стороны других людей, они опять же работают у активистов и неактивистов. То есть и те, и другие, по крайней мере, по данным вопроса, ориентируются на это, когда говорят о готовности участвовать в этих формах поведения. Но с воспринимаемой опасностью гораздо интереснее. Во-первых, воспринимаемая опасность как некоторый возможный фактор, да, критерий оценки, он перестает работать, когда людей спрашивают о намерении принять участие в будущих уличных акциях. То есть, как это называется, уличная акция, когда человек идет или там говорит, что я намерен принять в них участие, он не ориентируется на рискованность этого действия. Опять же, как версия, возможно, это происходит просто потому, что люди уже заранее понимают, что это вещь рискованная и выбирают эту форму поведения просто потому, что она кажется им более эффективной, потому что им кажется, что их поддержит, или, и об этом я скажу в ограничениях исследований, потому что они считают это своим долгом. А второй интересный момент заключается в том, что вообще-то активисты меньше реагируют на эту опасность, то есть у них в этой группе как раз воспринимаемая опасность незначимо связана с участием в акции, с готовностью, простите, участвовать в разных формах поведения. Ну, или точнее так, в случае коммуникации с знакомыми это связь незначимая, в случае коммуникации с политиками она слабая, она почти на пределе в пять сотых. Имеется в виду пи-вэлью. Пять сотых. Вот. Поэтому вот для людей активных, видите, вот социальная поддержка, она там важна, перехожу я к интерпретации, воспринимаемая эффективность важна, а вот воспринимаемая опасность под вопросом. И что еще, наверное, важно сказать в смысле этих результатов, они показали, что вообще-то воспринимаемые вот эти вот особенности конкретного поведения, то есть их эффективность, социальная поддержка и опасность, они гораздо лучше объясняют готовность людей участвовать в этих действиях, чем общее представление ситуации в стране. То есть это означает, что окей, или скажем так, это показывает в цифрах, окей, что люди могут сколько угодно считать ситуацию несправедливой, но вопрос, какие действия они для этого готовы осуществлять для того, чтобы на эту несправедливость так-то среагировать. И если им кажется, что форма поведения не обладает, по крайней мере, нашими тремя выделенными свойствами, то несмотря на всю вот эту воспринимаемую негативность происходящего, они, скорее всего, в этом участвовать не будут. Вот, ну и наконец, быстро очень ограничение исследования. Мы, собственно, на этом этапе все-таки не вставили вот это измерение для восприятия морального долга участия. мы вставили ограниченный круг параметров, по которым оценивалось поведение, и мы рассматривали только, собственно, вот такие неинституализированные формы, то есть формы, которые организуются именно людьми, а не представителями власти. Забегая вперед, могу сказать, что вот совсем недавно мы собрали данные, новый виток данных, в которых эти ограничения учтены. мы их специально собирали в июне на, казалось бы, спаде разного рода подобной активности. И мы их еще не посмотрели, поэтому в будущем мы получим какие-то ответы на наши ограничения.